Здравствуйте, друзья! Продолжаем рубрику «Ответы на вопросы», которые вы задаете на нашем YouTube-канале в Instagram. Первый вопрос задает Иван Богданов. При какой температуре воды она начинает цвести? Когда можно устанавливать ультрафиолетовые лампы для борьбы с цветением? Ну вот, цвести у нас уже в этом году началось цветение, легкое такое, помутнение воды уже при 9 градусах. То есть, 9-10 градусов температуры воды и солнца уже от цианобактерии начинают развиваться. Ультрафиолетовые лампы вот в это время можно ставить, запускать, ну, можно на 11-12 градусах воды, когда уже есть активное цветение, можно запускать лампы ультрафиолетовые. Действия ламп УФО, они разрушают ДНК, и цианобактерии больше не размножаются. И второе действие, которое, некоторые говорят, что это не так, но в большинстве случаев цианобактерии как бы обжигаются, коагулируются, и вот эти вот уже более крупные частички уже улавливаются фильтрами и дополнительно так очищаются. Есть исследования, что разрушаются участок ДНК, и они не размножаются, но вот насколько они коагулируются, я этих исследований не нашел, друзья. Поэтому, в общем, пока считается, что и так, и так работает. Ну, главное, что вода становится прозрачнее в пруду. Для больших прудов это неэффективно, для маленьких прудов это эффективно. Но нужно ультрафиолетовые лампы чистить, мыть, налет с них снимать, лимонной или уксусной кислотой протирать стекло, или покупать лампы, в которых уже есть щеточка для очистки стекла. Есть и такие лампы. Ну что ж, поехали дальше. Следующий вопрос. Олег Митечкин спрашивает, обещали спросить, является ли не леколем для других рыб? Да, мы спросим об этом эфтеолога, в следующий раз, когда встретимся. Но линия отличается тем, что у него очень плотная слизь, она антибактериальная. В принципе, все рыбы обладают такой слизью, но у линия она наиболее плотная, мощная и, возможно, наиболее активная в плане антибактериальных своих свойств. Лечится ли об этом другие рыбы, трутся ли об него? Очень многие видят, как трутся. Но, я не знаю, были ли исследования на этот счет, где четко зафиксировали, как терлись рыбы и выздоравливали, я не слышал. Но давайте спросим эфтеолога, возможно, так и есть. Но точно и понятно, что линь – это хорошая рыба. Она в силу своих свойств вот этой вот слизи, которая ее защищает, она более здоровая и обычная, чем караси. И вот в этом плане, конечно, она предпочтительнее, чем караси. Поехали дальше. Шамиль Абдулаев, хочу построить пруд без пленки. У меня на участке грунтовые воды. Можно ли постелить геополотно и засыпать речным щебнем? Да, можно, но уровень воды у вас будет четко на уровне грунтовых вод. Если у вас уровень грунтовых вод на минус метр, то и вода будет на минус метр. И если вы постелите геополотно, засыпайте речным щебнем, уклон должен быть 35 градусов, иначе он весь скатится. Либо нужно брать крупный камень или щебень 40-70, отсыпать его щебнем 5-20, и тогда он будет хоть более-менее держаться у вас. И тогда вода будет почище, прозрачнее, но на том уровне, на котором у вас грунтовые воды. В июле, в августе сухо, и уровень упадет у вас еще. И будет уже полтора метра, например, от уровня газона. Если вы хотите поднять, то нужно искать прослойку глины, вынимать ее, делать глиняный экран. Под ним можно сделать дренаж, из-под глиняного экрана, с дренажа собирать воду и наливать на глину. И тогда у вас будет глиняный пруд. Потихоньку вода забьется, можете добивать, доливать туда несколько лет. И скважную воду, поры забьются, года 2-3-4 у вас встанет пруд. Так тоже можно сделать. Это выгодно делать только если у вас глина есть на участке. То есть, если вы можете выбрать тяжелый слой глины. Если ее откуда-то нужно привозить, это уже не рентабельно. Нужно использовать пленку. Поехали дальше. И следующий вопрос. Саша Суралмаша спрашивает. Никто никогда не спрашивает про сбор дождевой воды. Мне было бы намного удобнее собирать дождевую воду в большую емкость для частичного обновления воды в летнее время. Если в пруду много рыбы, то дождевую воду, я считаю, лучше собирать. Да, конечно, пыльцы еще больше с крыши собираются в период цветения пыльцы. Может, в это время как-то перекрываете воду, убираете или собираете с поверхности воды. Пыли больше. Но в целом, у нас же нехватка воды на планете. Есть дефицит. Это в России воды с избытком. А во всем мире дефицит. И в Европе воду собирают дождевую. В России это не так актуально. Но так или иначе, если у вас на участке нет хорошей скважины или электричества не так много, чтобы это все качать, вы можете собирать дождевую воду и разбавлять воду в пруду. Будет у вас немного, может быть, прыгать ПАЖ, что-то привноситься. Но главное, вода низкоминерализована, и она будет растворять продукты жизнедеятельности рыб. Если же пруд у вас прозрачный, чистый, для плавания, без рыбы, я считаю, что не нужно вносить воду дождевую, потому что, опять же, мы привносим лишние вещества и делаем пруд более мутным. Лучше наливать воду после водоподготовки. А чистки не так многое нужно доливать, если у вас пруд или биобассейн. Как вы поступите, решайте. Следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Георгий Сыровацкий. Давно мечтал увидеть пруд без насосов, фильтров, аэраторов и прочего. Тут еще кристально чистая вода. Глазам не верю. Как же это работает? Просто супер. Да, Георгий, спасибо. Ну, обязательно насосы. Как же без насосов? Нам циркуляция воды обязательно нужна. Поэтому есть в Германии кто-то строит пруды, якобы как за счет конвекции воды. Но я смотрел, они даже у него плавательные, но не такие прозрачные. Потому что все-таки требуется поток воды. Он идет через биофильтры и несет кислород. Если нет вот такого постоянного протока воды, вы не привносите кислород. Кислород у вас и аэробные бактерии, микроорганизмы аэробные не развиваются в биофильтре достаточно хорошо. Ну и в целом и растения не так хорошо чистят. Потому что вода должна проходить через их корневые окончания, через их ткани корневые, контактировать с внешними тканями. И чем больше воды проходит через внешние ткани корней, тем больше корней забирает биогенных веществ. Тем эффективность фильтрации выше. Когда мы делаем просто биофильтр, у нас вода становится прозрачной и начинают развиваться нитевидные водоросли. И вода будет чистая и прозрачная, но будут нитевидные водоросли. Если не нравятся нитевидные водоросли, против них отдельное оборудование. Мне, например, нитевидка нравится. Если вы рыбу все-таки будете на питании использовать, то уже нельзя применять вот это оборудование. И нельзя вносить соли для борьбы с нитевидными водорослями. Там уже ультразвук можно применить Еще кое-какие оборудования Опять же, для осветления есть еще одно оборудование Которое разрушает красители органические Можно сделать вообще как в бассейне Но это все много-много-много оборудования У нас как-то был пруд Где мы 6 видов оборудования включили Вот от всего, что только может быть Заказчику Включая механику, конечно Тонкую механическую очистку Ну и так далее, и так далее Там озон и прочее, прочее, прочее Вот это все можно включить Но можно и только на биофильтрах Но не будет растений идти витка А вода будет прозрачная, и рыба будет видна Поехали дальше Так, и следующий вопрос От канала Ловля с Александром Александр, спасибо за активность Было бы интересно послушать про кормление рыбы Как часто кормить карпа Где брать корм Чтобы за лето набрал вес от 100 грамм До килограмма и более Корм где брать В интернет-магазине Какой корм лучше импортный, конечно Но он дорогой Но есть и российские корма И вроде как есть не очень плохие для карпа По крайней мере, это нормально Насколько выгодно Понимаете Карп Вот если растить его Его выгодно выращивать Экстенсивным путем в больших озерах Где он сам набирает массу Питаясь вот тем, что есть в пруду В активных системах Нерентабельно В УЗВ Нерентабельно выращивать Потому что он сам по себе дешевый Вы можете для себя его выращивать Чтобы Ну не ходить Не покупать Как непонятно какую рыбу Вы сами кормите кормом Который вы проверили Что он качественный И сами едите свеженького карпа Вот И можете его покормить Это все очень красиво Интересно 2-3% от массы тела На кормление тратится Ну по-моему около 2% Но мы еще спросим их теолога Он нам ответит В идеале Если для себя Есть пруд свой собственный Я поставил аэрацию Запустил например Того кто размножается Хорошо Карп Карась Их много Закинул бы например Хищника осетрового И ел бы уже хищника осетрового Там Калуга Белуга очень быстро набирают вес По 2-3-4 кг Особенно Калуга Она даже зимой набирает вес Вот чем она хороша Потому что Белуга Например центральная Россия зимой Не будет кушать И может похудеть чуть-чуть Или мало будет кушать А Калуга будет есть И она еще и прибавит в весе То есть Рентабельность выше И Главное что Карась, карп Они размножаются Особенно Карась Размножаются Даже чуть-чуть подкормить Он просто будет размножаться Какими-то сумасшедшими темпами Кушать будет то Что у вас есть на дне Ну и немного еды Недорогой Совершенно А уже на Карасе Будет нагуливаться Калуга И Калуга будет нагуливаться На натуральном корме Живом Экологически чистом Карасе Это будет Не Калуга Выращенная в УЗВ На комбикорме А нормальная Калуга Выращенная на мясе И вы Поймаете Съедите Дорогую Калугу Которую не купить В магазине Угостите гостей Просто уникальным мясом И вот это все Интересно И это все Рентабельно Потому что Ну во-первых Не купить Если купить То дорого И это все Уже рентабельно Вы на корма Потратьте меньше Вот если же Опять же Кормить рыбу Не только хищника Но осетровые Тот же Осетр может вырасти И на карповом корме А если качественный Корм карповый Он подойдет и для осетра Качестве корма осетрового Не намного дороже Карпового корма И у вас вырастет осетра Опять же Та же история Осетровое мясо Дороже Приятнее Качественнее И гостей угостить можно И рентабельность Ну почти та же Чуть-чуть дороже Там будет Ну даже в два раз дороже Карп Но в себестоимости Но тем не менее Это все Выгодно Тем более что Например Бестер Если взять Гибрида Он растет быстро Как карп По факту У него Та же Закупка малька дороже А выращивание Себестоимость Будет такая же Как у карпа Практически Ну нужно будет кормить И вы По цене Карпового мяса Будете По факту Ловить Бестера И кушать его Или Ленка Например Ленка еще быстрее Бестера растет Она еще зимой Кушает И не худеет Так Как Бестер Например Вот такой Вариант 2-3% От веса Масса тела Вот Чтобы килограмм Набрал карп Я думаю Вода должна быть теплой В Центральной России Скорее всего Он не наберет У нас вода холодная На юге Я думаю Что вполне возможно Но главное Чтобы было много кислорода Чтобы рыба себя чувствовала хорошо Обмен веществ Будет зависеть от количества кислорода В воде Если будет нехватка кислорода Он расти будет медленнее Поехали дальше Так Следующий вопрос Расскажите про карася Понимаю Что он живучий Слить за ним особо не надо Но интересны тонкости Когда начинает есть Чего боится при транспортировке Он просто боится Мы зададим вопрос С ахтеологом Но коротко Он просто боится транспортировки Плохо переносит Механические повреждения Например Карп Гораздо лучше Переносит И упадет Принесешь Или довезешь Плохо он выживет Карась Будет большой отпад Плохо переносит Транспортировку Тонкости Ну Главное Купить здорового карася Но можно его не кормить Если кормите Будет очень много Его Будет сильно размножаться Нужно хищника Кто будет его И численность контролировать И регулировать Ну вот Собственно говоря И все Остальное Давайте спросим Эфтеопатолога Следующий вопрос Хотел маленькую консультацию Пруд по зеркалу 75 метров квадрата Хочу поставить Систему фильтрацию Колготки На две бочки Лампа Первая Колготки Вторая Биозагрузка Каким объемом Надо бочки Мощность насоса И диаметр шланга Всасывающего По-моему Я отвечал на этот вопрос Но Если не отвечал Все точно так же Как у нас на 75 метровый пруд Как написано Записано в том ролике Две бочки Насос один В одной бочке Колготки И там Не знаю В объеме По треть бочки В объеме Биозагрузки Желательно плавающей С аэратором Одну Минимум Вот такой комплект Из двух бочек Но в идеале Чтобы был запас По мощности Два таких комплекта Два насоса Там 15 кубометров В час Выдающие В номинале Две бочки На каждый насос И две ультрафритовые лампы По 75 ватт Китайские На каждую линию Обязательно И лампы моем Чистим Колготки моем Чистим И регулируем Численность рыбы Нельзя Тонну рыбы Запустить В этот пруд Сами понимаете Нужно Чтобы рыбы Было не очень много Сколько у нас есть В роликах Описание по рыбе Ну что ж Друзья За 7 прощаюсь Троем пруды правильно Я традиционно Друзья Желаю всем добра